Дорнид Что такое Дорнид? Дорнид это дорожное геополотно Дорожная нетканка Или от института Дорнид Я уже не помню друзья Это бесконечные полиэфирные Или полипропиленовые волокна Это нетканный материал И он хорош именно как подложка Когда он толстый 300 грамм и более На метр квадратный Это хорошая подложка Для гидроизоляции Чтобы ее не повредить И хороший Материал для укрепления чаши пруда Он распределяет точную нагрузку На большую площадь Если его сшиваем цельным куском Или производим термоскрепление То он хорошо держит чашу И защищает ее от сильных деформаций Например, если выкопали котлован И где-то копнули лишнего Вернули грунт Утрамбовали Выстрелили Дорнид И в этом месте грунт даст усадку Не конкретной точке А распределить на большую площадь Мы рекомендуем брать плотный 400 грамм плюс Мы раньше применяли 300 грамм 350 грамм Но мы отказались Ведь качество сейчас не очень хорошее И 300 грамм бывает Скажем так, нестабильное качество 300 грамм бывает он рыхлый приходит Поэтому берем 500 грамм Это гарантированно хорошее геополотно Разница в цене сейчас невысокая Поэтому геополотно типа Дорнит Плотностью 500 грамм на метр квадратный Мы его сшиваем Есть у нас видео, посмотрите Вообще было изобретено это дорожное полотно Для того, чтобы Еще в Советском Союзе Для того, чтобы Ускорить сроки строительства Дорожных полотен И сократить стоимость На севере строили временные дороги Например, сплит И вместо того, чтобы отсыпать Мощную щебеночную подоснову Отсыпали песочек Стелить Дорнит Песочек Бали плиты дорожные В результате Если какие-то были подвижки грунта Провалы То плита в этом месте Не падала на полметра А Дорнит распределял Эту нагрузку И дорожное полотно Падало сантиметром Предложено на 30-40 Но на большом протяжении И самое главное Не было резких провалов Соответственно Этой дорогой можно было пользоваться Соответственно Вот очень хороший материал Если брать аналог импортный Такой же плотностью То это будет, конечно, раза в 2-3 дороже Поэтому На этом материал достаточно доступный По стоимости И следующий вопрос задает Валерий Перов Возможно ли использование ультрафиолетовых лампы Бактерий Пантрит Одновременно Да, друзья Бактерий Пантрит Или любые другие Бактерии В том числе Хлорел Если вы вносите Небольшой пруд Ультрафиолетовые лампы Нужно отключать Потому что Они убивают Все живое А нам нужно Чтобы наши Колонии организмов Размножились И захватили Пространство Соответственно На неделю На две Отключаем Ультрафиолетовые лампы Потом включаем Помойте лампы Почистите И через неделю Лучше через две Когда Колонии Максимальное количество Можно включить Круглица Этого лампы И третий вопрос Третий вопрос Задает Станислав Степанов Здравствуйте Скажите пожалуйста Какая глубина Нужна в пруду Для выращивания форелей Спасибо Для выращивания форелей В центральной России Нужна глубина Пять метров Особенно если у вас Пруд Гидроизоляции То есть сама подложка Дорнит И гидроизоляция Будет поучу Учеркивает Ну сама подложка Дорнит Это некий утеплитель То есть Не так быстро Вода охлаждается От земли Соответственно На один градус Температура воды В таком пруду Выше летом Обычно чем Ну может даже на два градуса Чем в глиняных прудах И соответственно Форель может перегреться При 20 градусах Она себя уже чувствует Плохо До седу До трех трех Может даже Погибнуть Соответственно Делаем пять метров При этом Нужно все равно Перемешивать Да кстати Можно Доливать ледяную воду Из скважины Шланг Бросить Чтобы он упал На дно И ледяная вода Поступала именно на дно Но Все таки Включите аэрацию С глубины полтора метра Чтобы хоть как-то Перемешивать Хоть какие-то Конвекционные потоки Были потому что Форели Нужна высокая Концентрация Кислорода Растворенного кислорода В воде Соответственно Если вы не будете Перемешивать потоки Может не до самого дна Но все таки Перемешивать на глубине Например полтора Два метра При глубине Пруда Четыре метра Да предположим Или три с половиной Перемешивать нужно Чтобы не произошел Термоклин Граница теплой Холодной воды Как только Стоит термоклин Сокращается Перемешивание И кислород Не поступает В донные слои Просто форель Может Уйдет на дно Где прохладно Но там не будет Кислорода И форель задохнется Поэтому друзья Глубина Пять метров Если у вас Четыре метра Или три Наливайте ледяную воду Из скважины Желательно Чтобы скважины Не было Железистое Чтобы не было Большого количества Двухмалентного железа Потому что это все Негативно Сказывается На жабрах рыб Соответственно Сдайте воду На анализ Если железа много То наливайте Не очень много воды Все таки Но вам возможно Летно все равно придется Хоть по 10-20 км Доливать на дно Чтобы в донной части Была холодная вода Где форель Может перелитовать Пятый вопрос Это четвертый вопрос Сейчас будет у нас Добрый день Как сделать фонтан в пруду? Друзья Фонтан в пруду Чтобы это было Недорого Понятно что Если мы делаем Фонтан На железобетонном Основании Монтируем сопла Ставим Готовим Какое-то место Под насосную группу Это все История очень дорогая Недорогая история Это фонтан Поплывковый С подсветкой И с насосом Смонтированным Внизу Значит Под фонтаном Немецкие фонтаны От 120 в среднем До 350 тысяч рублей Вы просто купили фонтан Лоткнули в розетку Бросили его В водоем Отдели на него Утяжелитель Например Две гири От штанги Прикрутили Чтобы они его держали В распор Чтобы он никуда не уплыл У вас И включаете В розетку Он начинает Он работает И Как правило Чем хорошо Он идет В комплекте К ним идут Прожекторы Вы прикрепляете Прожекторы В нижней части Они сразу подсвечивают Воду Струю воды Можно подключить Розетку С пультом И Сидя дома Нажав на пульт Заработает фонтан Вечером С подсветкой Это очень эффектно Есть сейчас Китайские аналоги Есть фирма ОАЗ Есть Очень хороший Выбор Фонтанов Компании Водолюкс Мы об этом Наверное Запишем видео Покажем эти фонтаны Обязательно Так что вот И давайте еще Пятый вопрос Друзья Пятый вопрос Приветствую Задает Илья Сосновский Здравствуйте Илья Спасибо за вопрос Можно ли в качестве Гидроизоляции Использовать ПВХ мембрану 2 мм толщиной На небольшой пруд 50 квадратных метров Да Илья Можно использовать ПВХ мембрану И на большие пруды И на небольшие пруды Тем более 2 мм толщиной Армированная мембрана ПВХ Это очень надежная Мембрана Пое дело Что ПВХ Все таки Выделяет Некоторые вещества Промойте Дайте Отстояться Пруду Сразу Не запускайте Рыбу Все таки Поливенхлорид Может выделять Вредные вещества Рыба Может отравиться Есть Просертифицированная Плёнка ПВХ В которой Уже нет Присадок Или есть Присадки Которые Связывают Все эти вещества Но в общем Она безвредная Но она По-моему Толщиной До миллиметра ПВХ Сложно Ремонтировать Через год Два Меняет Свойства Покрытия Но Клей Подобрать Можно Единственное Должно Должно Очень Хороший Клей Со Второго Года ПВХ Плохо Клеится Ну а так Никаких проблем Есть Кровельное ПВХ Есть Кровлелон Российский Материал Должна Метр Двадцать Из него Даже в свое время Варили Огромные Пруды До сих пор Я встречаю Пруды Из этого Материала Конечно Очень много Швов Приходится Сваривать Он варится Термоклином Специальный Инструмент Такой же Как для Сва Похожий Инструмент Как для Сварки Полиэтилена Подплавляется Два Края И прикатывается Это все В автоматическом Режиме Достаточно Надежно Но Такие швы Зависит Очень высокий Все-таки фактор Зависит от состояния Человек Чтобы не отвлекся Он должен Сконцентрирован На сварке Шва Потому что Если он Чуть дольше Время Передержит Он переплавит Этот шов Это плохо В этом месте Он может Лопнуть Но 2 миллиметра Пвх Это очень хорошая Мембрана 350 метров Кусок Кладете И можно Им склеивать Очень большие Площади Это будет Надежно Ну что ж Друзья За всем Прощаюсь Спасибо Что вы с нами Мы остаемся С вами Строим пруды Правильно И я традиционно Друзья Желаю Всем Добра